Итак, всем привет, с вами Спектр, сегодня мы будем проходить самую... самую... как бы так сказать... ладно, скажу так... Отца всех стратегий, самую лучшую игру, не знаю, тысячелетия, просто... ну не может быть стратегией, по крайней мере, лучше, чем старый добрый Warcraft Сегодня будем проходить Warcraft Reign of Chaos, это, скажем так, оригинальный третий Warcraft Далее, если все пойдет хорошо, мы пройдем дополнение The Frozen Throne И я перепроходил Warcraft 3 Reign of Chaos, по-моему, раз 20-25, проходил на даже сложном уровне Но проходить, скорее всего, буду на среднем, потому что усложнять тебе задачу я не хочу Придется там сейвиться, пересейвиться, да, там... некоторые дополнительные задания вообще можно будет пропускать Поэтому пройду на среднем Так вот, все видеоролики, которые есть в Warcraft, к сожалению, я показать не могу Потому что мне выдвинули авторские права и видео заблокировали во всех странах Потому что контент принадлежит Blizzard Вот, но в любом случае, прохождение они не смогут, скажем так, заклеймить под Blizzard Вот, поэтому давайте начнем с пролога Исход Орды В погоне за видением, первая глава В общем, вкратце расскажу В первом и во втором Warcraft люди боролись с орками, орки с людьми И так случилось, что в третьем Warcraft неожиданно нависла другая угроза под названием Пылающий Легион И некий пророк во сне вождя орков Трала предупредил его по поводу того, что надвигается нечто ужасное Однажды Трал, молодой вождь Орков, увидел тревожный сон Кстати, скажите еще, как со звуком Я подрегулировал вроде Так это был сон Это не сон, юный вождь Это было видение Это не сон, юный вождь Да Это было видение Следуй за мной И ты узнаешь, какая судьба уготована тебе Не знаю, что все это значит Но я иду Ну, в общем-то, это глава, это обучение То есть, это компания, это обучение У него даже духовное око есть, духовой Похоже, вам не терпится отправиться в путь Да Но сначала вы должны научиться отдавать приказы Прикажите Траллу пройти по дороге к ближайшему флажку Для этого щелкните сначала на кнопке двигаться В правом нижнем углу экрана А затем на флажке Замечательно Тем не менее, лагерь орков еще далеко Отлично Мы почти на месте Обратите внимание Черная область уменьшается Это туман войны По мере продвижения Траллу Да, 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 да Выберите Тралла И прикажите ему идти к флажку в центре лагеря Локтар, воины Вождь Ждем твоих приказаний Займемся Давайте в группу Теперь, когда вы выбрали свой отряд Прикажите ему идти Тревога! Впереди гнол! Чтобы приказать своим воинам вступить в бой Выберите их И щелкните сначала на кнопки Атаковать А затем на гноле Это был всего лишь разведчик Похоже, впереди их лагерь Прикажите вашим воинам Напасть на вражеский лагерь Хорошо, воины Нападайте на лагерь И щелкните сначала на кнопки Атаковать А затем на земле в центре лагеря Или нажмите кнопку А Да, вот так вот Я думаю, я пройду всю кампанию Наверное, за одну часть А потом уже остальное пойдет Откроется панель способ У меня заглючил комментатор Или что? Так, самое главное По-моему, здесь нельзя Настроить кнопки под себя Поэтому Я не знаю Придется, наверное, запоминать так Ц, Ф Зачесть Просто кликать постоянно На способности и применять их Это очень долго Зачесть Надо к буквам приухать Вождь Мы видели в реке банду морлоков Морлоки Превосходные мишени Для вашего нового заклинания Чтобы трал применил его Щелкните сначала на кнопки Иногда рядом с телами убитых врагов Появляются в этом сундуке Было зелье маны Весьма полезная вещь Заметьте Что ваша находка Теперь занимает Одну из ячеек Расположенных слева От панели приказов Да, да, да С помощью этого зелени Можно пополнить запас маны Магическую энергию Никто не уйдет Мана расходуется На применение заклинаний Например, цепи молнии Зачесть Ну, в этой главе Очень много говорит комментатор Поэтому мне добавить-то и нечего Продолжаем идти Так, теперь вечер Волчий вой Знак наступления ночи Ночью ваши воины Видят хуже, чем днем Поэтому вы должны следить За сменой времени суток Наступает ночь Будьте начеку А он скажет что-нибудь Про Огра Например Не, я могу его убить Мне нетрудно Ну ладно Странно Если я не ошибаюсь То в The Frozen Throne Говорилось, что Огры Теперь не Орда А я думал в Reign of Chaos Огры и Орда Это одно Странно Окей, ладно А с каких пор вообще Огры Не стали частью Орды? Да Лесные тролли Я не могу поверить Что когда-то Они тоже были Частью Орды Да давай Убьем их Ухи не знают усталости Но они же были Частью Орды Давай убьем Предателей Да, кстати Лесные тролли Были раньше Частью Орды Странно это все О, медицинский трактат Какая удача О, да В этом сундуке Хранилась Магическая книга Прочитав ее Ваш герой Улучшит Одну из своих Основных характеристик Чтобы узнать какую Выберите тралла И укажите курсором На пиктограмму книги А вот и пророк Духи не знают усталости Ничего Я все сделал Первая глава пройдена Так Кстати, ребята Если надо прибавить звук Или убавить Говорите Приветствую тебя Сын Дуратона Я знал Что ты сумеешь Отыскать путь Я видел тебя во сне Кто ты Откуда ты меня знаешь Я знаю многое, юный вождь И о тебе И о твоем народе Кто я Сейчас не важно Важно то, что ты соберешь Своих воинов И вы покинете эти земли Покинем? О чем это ты, человек? Человек? Во мне давно не осталось Ничего человеческого Я изменился Я стал другим Знай Я видел будущее Видел огромную тень Надвигающуюся на наш мир И жаждущую поглотить его Ты ведь тоже чувствуешь Ее приближение Демоны Они возвращаются? Да И лишь за морем На далеких берегах Калимдора У тебя будет шанс Устоять против них Но разве мы Я отвечу на все Твои вопросы, юный вождь Когда придет время А сейчас Собирай своих воинов Мы еще встретимся Бред безумца Но духи говорят Что я должен верить ему Говорящий с духами Погнали дальше Сейчас будет финальная глава здесь Так Погнали Шесть минут Ну немного Глава вторая Отплытие Три дня спустя На побережье Лардерона Королевство людей Прошло три дня А этот пророк Так и не объявился Надеюсь, я не зря доверился ему Вождь Кланы выступили в путь По твоему зову Но им нужно время Чтобы добраться сюда Нужно разбить лагерь Когда прибудут мои воины У них должна быть еда в достатке И крыша над головой Да, вождь Воин Известно ли что-нибудь О громе-задире Клан боевых топоров Уже давно должен был Появиться здесь Нет, вождь От задиры Давно не было вестей Проклятие Куда же он подевался Ну с громом задиры Мы еще встретимся Так, сейчас он нам Будет объяснять Про напов Поподобную кнопку Верхний Часто экрана Показывает Что в походный дневник Была добавлена Новая запись Щелкнув на этой кнопке Вы сможете прочесть Описание Вашего задания Я рад Получив приказ Добывать золото Раб начнет курсировать Между золотым рудником и ближайшим домом вождей вот еще несколько рабов спасибо чтобы ускорить добычу золота запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана этот запас растет по мере того как рабы перетаскивают добытое золото в дом вождей покупка занимает некоторое время выбрав дом вождей в середине нижней части экрана вы увидите индикатор показываю нужно золото время растет и вам нужно построить логово орков логово обеспечит вашу армию едой благодаря чему вы сможете нанять большее количество бойцов да это одного из рабов да 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 чего хочет и на кнопки построить в правом нижнем углу экрана ненавижу эту главу потому что это обучение обратите внимание на панели приказов появились новые кнопки они соответствуют различным типом зданий так задание то какое почти не осталось древесины без этого ресурса вы не сможете продолжить строительство лагеря чтобы раб пошел рубить лес выберите его и щелкните правой кнопкой мыши на ближайшем дереве а еще я сейчас вам дам совет если вы построите лесопилку вокруг тех рабов которые будут добывать дерево то они будут складывать дерево в лесопилку они в дом вождей а комментатор трудовую чего поэтому не сказал займемся этим как чтобы запас древесины пополнялся быстрее купите еще несколько рабов и отправьте их рубить лес за честь да 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 рубить лес ну пусть они там рубят хочу хотят пока так чё там в логову орков делу сделала хозяин казарма дальше на желудок да еще казарму построить услышав возглас дело сделано нажмите программу на путь да 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 вот так здесь у нас кто-то должен дабы сейчас пробил сейчас про честь надо их подвышку вытянуть сюда 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 за честь никто не уйдет дабу за честь дабу готова убил да умен да я думал ты сдох уже так а здесь то есть за честь гнул тюремщик так построить к так а казармы на бождь давайте убьем их дабу духи не знают усталости я не знаю тралу не особо конечно здорово тут надо за эти я думаю он убьёт так 5 бугайов теперь когда казарма построена вы можете нанять несколько Просто знаете, о чём задумался? Вот если я сейчас виток исцеления не буду тратить, то он у меня сохранится в компании Орды уже в нормальной. Как бы, я-то не знаю. Так. Так, одному нанял, троих, ещё одному надо. Надо ещё броню им покруче сделать. Давай-давай-давай-давай. Ага. Самое долгое в Варкрафте это ждать добычу ресурсов и нанимать воинов. Остальное, в принципе, нетрудно. У них в хижинах ничего нету, да? Я так понял. Ну-ну-ну-ну. Займёмся этим. Не. Локтор Угар. Зачем жить Орде? Пошлите туда, нам всё равно в ту сторону. Нужно золото. Ещё раз. Ходы. Так. Сорок одно единиц. По-моему, во Фрозен Троне с пятидесяти одной, если я не ошибаюсь только. Вот честно говоря, не помню. Так. Остаётся сорок процентов добываемого золота. Ага, понял. Всё понятно. Так. Ну всё, я думаю, больше ничего не нужно. Сейчас... Броню повысим с одного до трёх, я думаю, да? Ну-ка. Быстрей, 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 быстрей. И у них будет три армора, правильно? Да. Исследование завершено. Духи не знают усталости. Духи не знают усталости. Ну, сейчас бугаёв, собственно говоря, наймём. И всё. И говорю, самое долгое это просто ждать. Так, тут нечего исследовать, тут нечего исследовать. А хотя... Ну ладно, не время туда бежать. Давайте какую-нибудь разведку что-то здесь... А-а-а, 150 маны нужно. Нет, это долго. Странно, да? Чем больше область, тем меньше маны. Кстати, можно будет и замаксить духовные ока потом. Ну, в других главах уже. В другой компании орды. Почему нет? Где мой последний бигайд? Э-э-э, первое задание выполнено. Теперь надо спасать грома за диро. Опа. Орки. Неплохо. Вы нарушаете приказ Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Вождь, они говорят, что захватили в плен одного из наших. Может быть, это гром? Надеюсь, что нет. Но если они подняли руку на задиру... Духи не знают усталости. Стой, стой, стой. Пускай вышки с ними пока поразбираются. А, всё. Ну и теперь мы подерёмся. Капитан уже умер. А где Бугай? Ай, Бугай, иди сюда. Армия Альянса. Ну, комментатор, ты вообще умный, конечно. Я знаю, что есть глава... В дополнительных кампаниях, которые делали фанаты Варкрафта. Есть кампания про отряд грома Задиры, кстати. Я не помню, проходил ли я полностью про грома Задиры. По-моему, да, проходил. Но там, знаете, там такая голова, она вся запутанная. Она какая-то вся... Да. Не то, не сёк, в общем. А здесь, кстати, сейчас ещё воинов, по-моему, надо будет находить. Кстати, да. По-моему, да. Давайте отсюда убьём. И отсюда. Так. Солдат нет. Ничего нет. Не знаю, зачем я все эти башни атакую. Просто... Люблю, когда все враги уничтожены. В дальнем бою больше урон. Так, что у нас на той стороне? Кстати, странно, что мы видим то, что за этими воротами находятся. Так-то не должны, конечно. За честь. Да. Тем временем, кстати, у меня 2000 золота, 600 древесина. За честь. Нормально. И мне её некуда девать. Не, конечно, могу ещё бугаёв наделать. Но зачем? За честь. Так, погодите. А там, да, там кто-то есть. За честь. Духи не знают усталости. Давай, 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 давай. Я вошь. Да. За честь. Моя жизнь. Принадлежи арте. Духи не знают усталости. Стой, 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 стой. А здесь что у нас? Добу. Я, кстати, не помню вот это. Да. А здесь есть что-нибудь? За честь. Ну да как же. Естественно, ничего нету. За честь. Так, здесь я помню ещё будут попадаться шаманы. А насчёт охотников за головами я не помню. Вот честно. Так. О, опять солдат ряда. За славу орды. Да, шаман. Чем могу помочь? Так, у него есть очищение, да? Займёмся этим. Очищение, я помню, что такое. Табу. О, стрелки. Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать заклинания кастера. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности. Обратите внимание. Выбранным воинам соответствуют маленькие портреты. В середине нижней части экрана. Добой. Один из портретов выделен жёлтой лампой. Переключаться между панелями приказов выбора война можно с помощью клавиши статка. Или щёлкая левой кнопкой мыши на соответствующий портрет. Я вождь. Теперь у меня аж два шамана. Нормально. За честь. О, рыцари. Займёмся этим. Ну, идите сюда, рыцари. Кстати, у меня недостаток по еде. Мы нашли грома. Чего хочешь? Но место, где его держат, окружено стражевыми башнями. Как уничтожки! Нужно освободить за гиру! У меня одного бугая проблема с хп. Одно из наших зданий было повреждено в бою. Что? Какое? Ремонтировать его. Выберите раба и щёлкните сначала на кнопке «Ремонтировать», а затем на повреждённом здании. Давайте послушаем, что нам скажет бугай. Чего прикажешь? Ну, чего ты щёлкаешь, как дятел? Ты сюда пришёл? Командовать или щёлкать? Не могу стоять, когда другие работают. Пойду полежу. Оооо, а вот так мне нравится. Я ему сделал. Пучив приказ добывать древесину, раб начнет курсировать между лесом и ближайшим домом. Ты заколебал, блин. Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Ну так. Давайте просто вынесем эти сторожевые башни и все. Погнали. А ладно, пускай умирает. Ты умрешь ради Орды. Ты умрешь во имя Орды Великой. Кстати, странно, что сторожевые башни атакуют именно этих шаманов. Прости, шаман. И еще. Прости, шаман. Я больше так с вами не поступлю. И задание выполнено. Хо-ро-шо. Хоро-шо-шо. Все. Гром, ты в порядке? В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Забудем об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то. Идем. У меня есть идея. Мы могли бы одолжить у людей их корабли. Хорошая идея. Но нужно еще дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь, юный трал. Плыви на запад. К берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Ну, в общем-то, все. Итак, далее у нас идет компания Альянса. Ну что ж, увидимся в ней. Плыви на судьбу. Продолжение следует. Продолжение следует...